Культовая проза Дэниела Киза Элджернона, Таинственная история Билли Миллигана и Войны Миллигана. Известность пришла к нему уже в зрелом возрасте. Это был путь к себе, наперекор родительским наставлениям, жизненным трудностям, бедности и бюрократии. А началось все с любви к литературе. Дэниел Киз вырос в небогатой семье, которая с детства воспитывала в нем интерес к книгам. Почти каждый вечер, покончив с домашним заданием, вместо того, чтобы слушать радиосериалы, я читаю за поем. До большинства спасенных книг я еще не дорос, но верю. Однажды мне откроется их смысл, вспоминал Киз. Дэниел окончил старшую школу имени Томаса Джефферсона. Учеба давалась ему легко, поскольку свободное время мальчик проводил за книгами. У юношей с детства было плохое зрение, и постоянный страх слепоты заставлял его буквально проглатывать подворачившиеся книги. Поступив на медицинский факультет, Дэниел понял, что его представления о счастливом будущем идут вразрез с медициной. Тем не менее, этот опыт оказал большое влияние на автора. Именно тогда он начал замечать, что чем больше узнает, тем больше становится пропасть между ним и родителями. Образование вбивает клин между мной и теми, кого я люблю. А если бы можно было повысить уровень интеллекта? Что бы тогда произошло? Эти идеи плотно засели у Киза в голове, но прежде чем они воплотились в реальность, писателю потребовалось пройти долгий путь, проработав врачом, редактором, преподавателем в школе и даже автором комиксов у создателя «Человека-паука» и «Железного человека» Стэна Ли. Книги и учеба на медицинском факультете открыли писателю дверь в мир науки, а работа в журнале подарила опыт создания фантастических рассказов. В 1950 году он получает степень бакалавра и устраивается одним из редакторов журнала Marvel Science Stories. Первая публикация «Рассказ-прецедент» состоялась в майском номере журнала за 1952 год. Известно, что свои первые произведения автор издавал под псевдонимами Крис Дэниел и Доминик Георг. «Новая ступень» — преподавание английского языка для детей с задержкой развития познакомило писателя с мальчиком, чей интеллект резко падал в случае прекращения занятий. Это сильно расстраивало Дэниела, а вместе с тем порождало новые мысли. Как говорил сам Кис, главные идеи рассказа «Цветы для Элджернона» встретились в его голове еще в 1957 году. К созданию образа Чарли Гордона, главного героя рассказа и романа «Цветы для Элджернона», подтолкнул вопрос ученика о том, сможет ли он перейти в стандартную школу, если станет умнее. Так, на протяжении 14 лет писатель шел к созданию романа. И в 1959 году произведение об умственно отсталом мощи киполов, согласившемся на участие в исследовании по увеличению интеллекта путем операций, увидела свет на страницах журнала «Фэнтези» и «Научная фантастика». Год спустя Дэниел Кис вошел в число обладателей премии Хьюга. Высокая оценка творчества и потенциал идеи вдохновили Киза на написание одноименного романа на основе новеллы. Расширенная версия истории о Чарли Гордоне вышла 7 лет спустя и принесла автору не только награду «Небьюла», но и контракт в Голливуде. В 1968 году роман экранизировали. Фильм назывался «Чарли». Картина, снятая Ральфом Нельсоном, получила «Оскар», «Золотой глобус» и другие награды. Впоследствии книга была переведена на 27 языков и выпущена по всему миру. Цветы для Элджернона на сегодняшний день изданы в 30 с лишним странах мира, а в США роман входит в программу обязательного чтения для средней школы. За 40 лет на родине автора он вышел общим тиражом свыше 5 миллионов экземпляров и выдержал более 50 переизданий. Цветы для Элджернона Дэниел Киз считал своим главным произведением, а центральный герой книги, Чарли, на пике умственного развития во многом транслирует мысли и принципы самого писателя. В тот же год выходит вторая книга авторства Киза «Роман «Прикосновения». Сюжет связан с событиями после утечки радиации. В романе «Прикосновения» Дэниел Киз акцентирует внимание читателя не столько на техногенной трагедии, которая стала причиной бед в небольшом городке, где живут главные герои Барни и Карен, сколько на душевных терзаниях и переживаниях людей. Отчуждение и агрессия окружающих становится едва ли не страшнее смертельного заболевания. «Промышленная катастрофа – лишь повод, чтобы показать миру личную катастрофу человека во всей гамме чувств, от самых возвышенных до самых низменных». Одновременно с писательством Дэниел Киз занимается преподаванием литературы в Университете Огайо. Третий роман «Пятая салья» публикуется только в 1980 году. Создавая произведение, автор опирается на знания психологии и впервые обращается к проблеме героя с диссоциативным расстройством личности. Будучи бакалавром психологии, Киз не мог пройти мимо Билли Миллигана, загадочного юноши, о жизни которого нужно было рассказать людям. Так в 1981 году вышла книга под названием «Таинственная история Билли Миллигана». Она повествует о человеке, оправданном в совершенных преступлениях, по той причине, что он страдал многократным раздвоением личности. Этот роман завоевал несколько премий у себя на родине, а кроме того, ему была присуждена премия имени Курта Ласвитца в Германии как лучшей переводной книге. Позже Киз написал еще одну книгу «Войны Миллигана», но она впервые вышла только через 8 лет в Японии. Книга, которая так и не была издана в США, вскрывает подноготную американского правосудия, медицинских учреждений и чудовищный произвол медработников. Работая над вторым романом «Диология», Киз изучал документы, беседовал со всеми вовлеченными в эту историю людьми и самим Билли встречался с представителями властей. А рассказ об уникальном пациенте обернулся летописью карательной психиатрии, дискредитирующей всю национальную систему здравоохранения. Эта книга стала еще одной знаковой работой в жизни Дэниела Киза. «Разоблачение Клаудио» 1986 года из Дании – еще одно произведение в лучших традициях прозы Дэниела Киза. Этот психологический роман с элементами публицистики – настоящее исследование глубин человеческого сознания, а еще захватывающее расследование леденящего душоубийства. Долгие годы размышлений и труда привели Дэниела Киза к созданию тех культовых романах, о которых сейчас знает буквально весь мир. Книга «Элджернон. Чарли и я», написанная в 1999 году, честный рассказ писателя о том, что лежит за созданием одного из самых известных романов XX века. Искренне и беспрекрасно Дэниел Киз рассказывает о том, что побудило его стать писателем и с какими трудностями ему пришлось столкнуться. Делится воспоминаниями из детства и юности. И, конечно же, рассказывает о Чарли, который, несмотря на то, что автор придумал его более 40 лет назад, до сих пор его преследует. В этом же 1999 году Ассоциацией писателей-фантастов Америки Киз был награжден почетной премией за вклад в фантастику. «Хроники лечебницы» – последний роман, написанный Дэниелом Кизом при жизни и вышедший в 2009 году. В «Хрониках» находит свое логическое завершение тема диссоциативного расстройства идентичности в творчестве Киза. В центре сюжета – Рейвен, пациентка психиатрической больницы. У нее раздвоение личности. Девушка вновь пыталась покончить с собой, но ее снова спасли. Она не отвечает за свои поступки, ведь никогда не знает, кто из ее альтер-эго вступит в игру в следующее мгновение. Не ведает Рейвен и того, что где-то среди осколков ее многострадального я спрятана тайна, способная приблизить судный день. Произведение Дэниела Киза занимает достойное место в сокровищнице мировой фантастической литературы. В качестве писателя Дэниел Киз провел четыре больших тура, в том числе в Токио, и читал лекции в более чем 60 университетах по всей стране. Скончался он в возрасте 86 лет в своем доме в Южной Флориде от осложнений, вызванных пневмонией, в 2014 году. Продолжение следует...